Приветствую всех, зашедших на мой канал «Я хочу все знать». Сегодняшнее видео будет о чудотворных иконах Афона. Желаю всем приятного просмотра. Чудотворная икона Богоматери Иверская. Иверский монастырь – дом иконы-покровительницы Святой горы при Святой Богородице Иверской вратарнице. В первые известия они относятся к IX веку, временам иконоборчества, когда по приказу юридической власти в домах и храмах уничтожали и предавали по руганию святые иконы. Некая благочестивая вдова, жившая недалеко от Никеи, хранила у себя заветный образ Богоматери. Скоро это открылось. Пришедшие вооруженные воины хотели отнять икону, один из них ударил святыню копьем, но излика причистой потекла кровь. Со слезами, помолившись владычицей, женщина пошла к морю и опустила икону в воду. Образ стоя двинулся по волнам. Через два века монахи греческого и верского монастыря на Афоне увидели в море икону, поддерживаемую огненным столбом. Преподобный Гавриил Святогорец, получив во сне указание от Богородицы, пешком пошел по воде и принес икону в Кафаликон. Но утром она была обнаружена под воротами обители. Предание сообщает, что так повторялось несколько раз. Пресвятая Богородица, явившись к Гавриилу, объяснила, что не монахи должны сторожить икону, а она является стражем обители. После этого икона была помещена над вратами обители и получила название Вратарница, а от имени обители Иверский монастырь. Она получила наименование Иверское. По преданию явление иконы совершилось 31 марта во вторник пасхальной недели, по другим сведениям 27 апреля. В Иверском монастыре празднование в ее честь совершается во вторник светлой седмицы. Братья с крестом входом идет на берег моря, где принял икону старец Гавриил. Икона Божьей Матери Трихеруса, Троеручница. Икона находится в Гелендарском монастыре на Афоне. Образ был личной иконой святого Иоанна Дамаскина. В период иконоборчества святой отстаивая икона, писал письма императору иконоборцу Леону III и Савру. Тот же, чтобы оправдать себя, оклеветал его перед сарацинским князем, который приказал отрубить святому руку. Святой Иоанн с отсеченной кистью пришел к иконе Богоматери, которая была у него дома, и попросил исцелить его. Кисть чудесным образом срослась, и святой Иоанн в память об этом чуде приделал кисть из серебра к иконе. В таком виде икона пребывает и поныне. Образ пребывал в обители во имя святого Саввы до XIII века, когда был поднесен другому святому Савве, архипейскому Серскому. При нашествии же на Сербию, а горян православные, желая сохранить икону, возложили ее на услик и опустили его без провожатого. С драгоценной поклажи он сам дошел до святой горы Афон и остановился у ворот Хелиндарского монастыря. Местные иноки приняли икону как великий дар, а на место остановки ослика стали ежегодно совершать крестный ход. Однажды в Хелиндарском монастыре поучил старый игумен. Выборы нового вызвали среди братьев раздоры, и тогда Матерь Божия, явившись одному затворнику, объявила, что одна не сама будет игуменей обители. Знак этого дотоли, стоявшая в алтаре монастырского собора Троиручница, чудесным образом перенеслась по воздуху к середине храма, на игуменское место. С тех пор Хелиндарским монастырем управляет священно-инок-наместник, стоящий во время службы у игуменского места, где хранится образ Троиручница игумений всей обители. От нее принимают иноки благословения, прикладываясь к иконе как бы от игумена. Празднование иконы совершается 11 июля. Икона Божией Матери достойна есть. Святыня находится в Успенском храме административного центра Святой Афонской горы Кореи. Согласно преданию, в 10-м столетии в пещере неподалеку от Кореи подвязались некий старец священно-инок с послушником. Однажды, под воскресенье 11 июня 1982 года, старец отправился в монастырь на всеношное бдение. Послушник же остался дома. Поздно ночью в келью постучался неизвестный инок. Поклонился послушник. Незнаком встал испить воды. С дороги предложил отдохнуть в келье. Вместе с гостем они стали петь псалмы и молитвы. Однако во время пения слов «Честнейшую Херуфим» таинственный гость неожиданно замечал, что в их местах эту песню поют по-иному, добавляя перед «Честнейшую» слово «Достойна есть якова истинно блажития Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную и Матерь Бога нашего». И когда инок начал петь эти слова, то икона Божией Матери, милующе стоявшая в келье, внезапно высияла таинственным светом, а послушник ошутил вдруг особую радость и зарыдал от умиления. Он попросил гостя записать дивные слова, и тот начертал их перстом на каменной плите, умягчившейся под его рукой, словно воск. После этого гость, назвавший себя смиренным Гавриилом, внезапно исчез. Икона же продолжала сиять таинственным светом. Послушник дождался старца, поведал ему о таинственном незнакомце и показал каменную плиту со словами молитвы. Духовно опытный старец сразу же понял, что приходил в келью архангел Гавриил, посланный на землю, дабы возвестить христианам дивную песнь во имя Божьей Матери. С тех пор ангельская песнь достойна есть, поется во время каждой божеской литургии по всему миру, везде, где есть хотя бы один православный престол или живет хоть бы один христианин. Празднование иконе совершается 24 июня. Икона Божьей Матери Герунтийса Старица Святыня хранится в монастыре Патнократор, одна из наиболее почитаемых на Афоне. Согласно древнему преданию, первое чудо от этой иконы произошло во время строительства будущего монастыря, которое началось примерно в 500 метрах от современных построек. Однажды ночью и иконы, и все инструменты строителей пропали, а утром были найдены на месте нынешнего расположения обители. Так повторялось несколько раз, и тогда люди поняли, что сама Пресвятая Владычица избирает место для устроения своей обители. В разные годы от иконы Герунтийса было явлено немало чудес. В XI веке во время нападения Сарацин на монастырь произошло следующее. Один из них хотел было расколоть икону на части, чтобы кощунственно раскурить свою трубку, но в то же мгновение лишился зрения. Тогда варвары бросили образ колодец, где он пребывал более 80 лет. Перед смертью ослепший за дерзость Сарацин рассказывался и заповедал своим домочадцам вновь посетить святой Афон и указал инокам место, где находится икона. Святыня была обретена и с честью поставлена в соборном храме обители. Празднование иконы совершается 17 апреля. Икона Богоматери скоро послушница. Икона написана на святой горе Афон и хранится в монастыре Тухиар, в котором впервые была явлена его благодатная сила. Предание относит время ее написания к X веку, ко времени жизни настоятеля обители святого Неофита. В 1664 году трапезар Нил, проходя в ночное время в трапезную зажженной лучиной, услышал от образа Богородицы, висевшего над дверью голос, призывающего впредь здесь не ходить и не коптить икону. Монах подумал, что это шутка, какого-либо брата пренебрег знамением и продолжал ходить в трапезную с коптящей лучиной. Внезапно он ослеп. В горьком Раскане молился Нил перед иконой Божией Матери, умоляя о прощении, и вновь услышал чудный голос, извещающий о прощении и возвращении зрения, приказывающий возвестить всей братьей. С этой поры будет именоваться сия икона «Моя скоропослушница», потому что скорую всем притекающим к ней буду являть милость и исполнение прощений. Вскоре о чудотворной иконе стало известно по всему Афону. На поклонении святыни стекались многочисленные толпы иноков и паломников. Через икону было совершено множество чудес и исцеления. Многие страждущие получили избавление от одержимости и бесноватости. Святая Дева помогла избежать кораблекрушения и пленения. Пресвятая Богородица исполнила и теперь исполняет свое обещание, являясь скорую помощь и утешение всем с верою к ней притекающим. Возле иконы стоит 20 лампад. Шесть из них неугасаемые. Их пожертвовали христиане в память о чудесных исцелениях. Елей также добавляют страждущие, получившие избавление от недугов благодаря помощи Божьей Матери. А в 1783 году на икону была возложена сребропозлощенная риза. Ее сделали русские благотворители. На Руси всегда пользуются большой любовью и посчитаем списки с чудотворно-афонской иконы скоропослушницы. Многие из них прославились чудесами, особо отмечали случаи исцеления от падучей болезни и беснования. Празднование иконы совершается 22 ноября. Икона Богородицы Сладкая Лапзания Сладкая Лапзания – чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Именуется так, потому что Богоматерь изображена на ней лапзающий младенца Христа. Принадлежит по преданию к одной из 70 икон, писанных Евангелистом Лукой, и находится в Филофеевском монастыре на Афоне. Икона прославилась во времена иконоборства. Она принадлежала благочестивой женщине Виктории, жене некого Семена Патрикия. Виктория с опасностью для жизни чтила и хранила ее у себя в комнате. Муж потребовал, чтобы она сожгла икону, но женщина предпочла пустить ее в море. Икона явилась на берегу пред Филофеевским монастырем. Игумены-братья внесли ее в соборный храм. С тех пор и до ныне, в понедельник, Пасхи совершается из монастыря крестный ход на место явления иконы. С этой чудотворной иконой связана следующая история. Во время немецкой оккупации Греции запасы пшеницы в монастыре преподобного Филофея были на исходе, и отцы решили прекратить принимать посетителей. Один благочестивый старец Савва опечалился этому и начал упрашивать совет старцев обители не делать этого, потому что этим они опечалят Христа и монастырь лишится благословения. Его послушались. Однако, по пришествии какого-то времени, когда запасы хлеба практически иссякли, старцы стали донимать укорами. Савва им отвечал, не теряйте надежды на Глекофикуфилусу, так называли эту икону. «Замесите оставшиеся двадцать пять окат, испеките из них хлеб и раздайте его братьям и мирянам. А Бог, как благий отец, позаботится о всех нас». Через какое-то время к пристани монастыря причалило судно, и капитан предложил обвинять пшеницу, которую он вез на дрова. Монахи, видя очевидный промысл Божией Матери, которые, как добрая мать, позаботился о своих детях, прославили Бога и Божью Матерь. Чудеса и поныне совершаются от всей иконы. Празднование иконы с иконей совершается 30 апреля. Икона Богородицы Всецарица Чудотворная икона Всецарица или Пантанаса находится в Кафуликоне в Атупецкой обители. Образ был написан в XVII веке и явился благословением известного на Афоне старца Иосифа Исихаста своим ученикам. Сохранился рассказ старца об этой иконе. В XVII веке перед иконой Божией Матери Всецарица появился странный молодой человек. Он стоял, что-то невнятно бормоча, и вдруг лицо Богоматери блеснуло, подобно молнии, и какая-то невидимая сила бросила молодого человека на землю. Только он пришел в себя, как сразу отправился исповедоваться отцам со слезами на глазах, что он жил далеко от Бога, занимался магией, пришел в монастырь, чтобы проверить свою силу на святых иконах. Чудотворное вмешательство Богородицы убедило молодого человека изменить свою жизнь и стать благочестивым. Он исцелился от душевного недуга и после этого остался на Афоне. Так эта икона впервые проявила свою чудотворную силу на человеке, одержимом бесами. Пуще стали замечать, что эта икона оказывает благотворное влияние на больных с различными злокачественными заболеваниями. В 17 веке она впервые была списана греческим монахом и по себе она стала известна во всем мире как исцелительница раковых заболеваний. Само имя иконы, все госпожа, все повелительницы, говорит о ее особой, всеобъемляющей силе. Первые ее весы о чудотворной силу против волшебных чар, а ведь волхование увлечением магии и прочими оккультными науками распространялось по христианскому миру подобно раковой опухоли. Все царицы имеют благодать и исцеляют страшнейшую из болезней современного человечества. Празднование иконе совершается 31 августа. Икона Божией Матери Млекопитательница Икона Божией Матери Млекопитательница находится в Хелендарском монастыре на Афоне. На образе изображена Пресвятая Дева, кормящая грудью Бога Младенца. Первоначально образ находился в Лавре преподобного Савва, освященного близ Иерусалима. Святой основатель Лавры при кончении предсказал братьям, что Лавру посетит паломник из Сербии Савва и повелел передать ему в благословение чудотворную икону. Это и случилось в XIII веке. Святитель Савва Сербский привез икону в Хелендарский монастырь на Афоне и поставил ее по правую сторону иконостаса в церкви при Корейской Келии. Впоследствии названы Типи-карницей, так как там хранился устав святителя Саввы. Богословский смысл святого образа очень глубок. Мать скармливает сына, также она питает наши души. Также и Бог кормит нас чистым словесным молоком Слова Божьего, дабы мы, возрастая, переходили от пищи молочной к твердой. На иконе Пресвятой Богородицы млекопитательницы изображены солнце и луна с соответствующими надписями. Образ иногда встречается в зеркальном изображении с другой символикой. Существует несколько чудотворных списков, о каждом из которых сохранились письменные и устные предания. Празднование иконе совершается 31 августа. Икона Водопецкой Божьей Матери Отрада или Утешения. Образ Богоматери Отрада Парамифия находится в Водопецком монастыре. Название Водопецкой она получила оттого, что в 390 году возле острова Имбрус напротив Святой горы упал в море с корабля юный царевич Аркадий, сын императора Феодосия Великого. И чудным заступлением Божьей Матери был перенесен на берег целым и невредимым. Здесь наутро нашли его спящим, глубоким, спокойным сном под густым кустом, недалеко от разрушенного Благовещенского собора. От этого события и произошло название Ватопет Куст Аутрака. Император Феодосий благодарный за чудное избавление сына воздвиг вместо разрушенной обители новый храм, где алтарь находился на том самом месте, где был найден спасенный юноша. История этого образа связана с событиями, происшедшим 21 янаря 807 года. Шайка разбойников, решивших ограбить Ватопетский монастырь, высадившись в темноте на берег, укрылась в окрестностях монастыря, намереваясь дождаться открытия ворот обители. В то время, когда разбойники ждали открытия ворот, закончилось утреннее, и братья стало расходиться по кельям для временного отдыха. В церкви остался один настоятель монастыря. Вдруг отстоявший вблизи иконы Божьей Матери он услышал женский голос, предупреждающий об опасности, грозившим монастырю. Игумен устремил свой взор на икону и увидел, что лики Богородицы и Бога Младенца изменились. Ватапецкая икона была подобна Удикитрии, на которой Богомладенец всегда изображается с благословляющей рукой. И вот Игумен видит, как Иисус поднял свою руку, заграждая уста Богородицы со словами «Нет, мать моя, не говори им этого, пусть они накажутся за грехи свои». Но Богородица, уклоняясь от его руки, двухкратно произнесла те же слова «Не отверзайте сегодня врат обители, а поднимитесь на стены монастырские и разгоните разбойников». Пораженный Игумен тотчас собрал братью, все были изумлены изменением очертания иконы. После благодарственной молитвы пересытым образом воодушевленные иноки поднялись на монастырские стены и успешно отразили нападение разбойников. С того времени чудотворная икона получила название отрада или утешения. Очертания иконы остались такими же, как и во время предупреждения сказанного Игумену. Богоматерь уклонилась от простертой десницы Иисуса Христа. Икону украсили сребро по озлащенной ризой и поместили в церковь, построенную на хурах собора. В этом месте икона остается и по сей день. В память о чуде Церкви Божьей Матери отрада совершается постриг монахов и благодарственное моление, молебное пение Богоматери петь чудотворной иконой. Празднование иконы совершается 3 февраля. Дорогие друзья, всех благодарю за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, и как всегда, если понравилось, не забываем ставить лайки. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok